Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать. Просто сижу и думаю, я записывала расклад. Интересно, я микрофон надевала или нет? Иногда у меня такое бывает. Так, а что мы будем делать в сегодняшней беседке? Мы с вами будем рассматривать вопрос, который касается продвижения. Продвижение торолога на ютюбе, если говорить вкратце. Дело в том, что недавно в разделе сообщества, не знаю, когда вы смотрите, но когда я записываю для меня, это недавно, я выкладывала пост, в котором предлагала коллегам, новичкам, либо вообще, кто хотел бы продвинуть как-то свой канал, оставить в комментариях ссылку на свой канал. для того, чтобы для начинающих торологов получить возможность быть увиденным, услышанным через мою аудиторию. А моей аудитории новая возможность познакомиться с торологами, с которых, возможно, при других обстоятельствах бы они не встретились. Дело в том, что откуда родилась эта идея? Эта идея родилась из общения в комментариях. Вы знаете, что я отвечаю на комментарии, причем неформально, действительно, включаюсь в беседу, мне это нравится, мне это интересно, я знакомлюсь с многими интересными людьми таким образом. И вот в одном из диалогов была, значит, я перешла по ссылке и увидела, что у коллеги не так много подписчиков. И я вспомнила свой путь, когда я начинала. Второе, как мне сложно было нарабатывать подписчиков, тем более ту тематику, которую я выбираю, да, самопознание, она не очень востребована. На самом деле люди больше предполагают, предпочитают смотреть такие, знаете, простые темы, связанные с взаимоотношением, либо если это духовность, как я ее называю, псевдодуховность, типа послания, там, в таком роде предсказательную систему. То есть мало кто интересуется действительно Таро в том формате, в котором его использовали, по крайней мере, в Ордене Золотой Зари, то есть как инструмент самопознания. Да, ответов на вопросы, безусловно, но в большей степени как инструмент самопознания. И для этого я сделала, написала пост. Почему такое большое вступление? Потому что тот комментарий, который я вам сейчас зачитаю, и как раз беседка основана на этом, он был взят из того поста, в разделе сообщества, можете его найти. Пишет мне Елена, это имя Таролога, ее канал называется Студия Таро Радуга, нижнее подчеркивание Веста. Я кусочек только прочитаю, то есть комментариев было намного больше. Вот, я взяла только сам непосредственно вопрос, на который Елена хотела бы, чтобы я ей ответила. Во-первых, Леночка, я хочу поблагодарить вас за возможность ответить вам, за то, что вы включились в этот процесс и задали мне вопрос. Вопрос, значит, звучал следующим образом, вопрос продвижения, это отдельная работа. И действительно, у каждого оно, то есть продвижение на Ютубе, работает что-то свое. Интересно узнать, как вы проходили этот путь, и наверняка есть много желающих узнать суть вашего пути и тонкости того труда, который необходимо сделать, кроме экспертности и профессионализма. Начну с последнего. Экспертности и профессионализм в моем понимании очень важны, потому что Таролог для меня это призма, увеличительное стекло, через которое проходит информация. Если у Таролога очень узкое мышление, если Таролог не работает сам над собой, точно так же, как любая профессия психологическая, как вспомогательные любые профессии, психологи, коучи. То есть, если человек не расширяет свои познания, ему сложно будет донести информацию. Почему? Объясню. Потому что интерпретация арканов будет очень узкая. То есть, одно дело, если, например, человек смотрит на мир через призму религии. И у него, в его понимании, Бог, Творец, это, как такой, знаете, мудрец, добрый дедушка, который вот кого-то там наказывает, кого-то поощряет, кого-то любит, либо, ну, то есть, эмоционирует человека подобный. Вот. Другое дело, если у человека более широкие понятия, и он понятие Творца будет воспринимать немножечко иначе. То есть, чем больше у нас знаний, чем больше у нас понятий о жизни, да, умения принимать разные точки зрения, то есть, работа над собой, понимание себя, тем более глубокие будут расклады. Поэтому экспертность и профессионализм, он необходим. Причем, профессионализм не только в плане того, как мы читаем расклады, особенно если мы консультируем людей, то это умение именно проводить консультации. То есть, понимание, каких людей мы берем на консультации, да, что есть люди, например, очень мнительные, с ними достаточно сложно работать, то есть, не бояться отказывать. Здесь тема консультации – это вот такая, знаете, вообще особая тема, потому что к ней человек должен быть готов. Она и включает не только чтение карт, она включает еще и взаимодействие с клиентом. Здесь, конечно же, вопросы могут, формата могут разниться. То есть, это могут быть, например, консультации в записи, в письменном, в письменной беседе, диалоге, либо в видеозаписи, либо аудиозаписи делать человеку, либо консультация живьем, как я называю, да, онлайн, но при этом вот ты общаешься с человеком, тебе задают вопросы, у вас есть консультация такого формата. То есть, все имеет значение, да. Все, что мы, любой способ взаимодействия с людьми, он имеет значение, к нему нужно иметь свой подход, потому что каждому человеку, чтобы найти подход, нужно понимать, как устроен человек. Поэтому профессионализм с этой точки зрения, он важен. То есть, не только понимать карты, не только их читать, не только расширять свой, знаете, как-то кругозор в этом направлении, то есть, не только в понимании, что означает каждый аркан, а откуда пошло Таро, то есть, история Таро, в чем она основывается, расширять свои познания в этом плане и в плане именно понимания человека. Для меня вот это вот является экспертностью, профессионализм, и дальше идет наработка опыта, то есть, большое количество раскладов, да, делать, расклады. Причем не просто для себя, а именно с обратной связью. Это очень важно, потому что обратная связь помогает нам понять, как отыгрываются арканы, как и где, и что, и как мы говорим. Плюс профессионализм, опять-таки, работа с собой, со своей интуицией. Это тоже в эту категорию. Как я нарабатывала, да, то есть, путь свой рассказываю, как я нарабатывала. У меня, если я не ошибаюсь, полтора года были пятничные акции, когда у человека люди ко мне приходили, это были бесплатные 15-минутные акции. Один вопрос, человек мне звонил на WhatsApp, задавал вопросы, я ему делаю расклады. И так продолжалось каждую пятницу, по-моему, на протяжении года полтора. За это время я, по-моему, наработала больше 300 часов. То есть, по 15 минут, по 15 минут. В день у меня, по-моему, доходило и до 10, и до 12 человек. Такие мини-консультации. Это помогало мне, во-первых, проработать свой страх общения с неизвестными мне людьми, коммуникацию, терпение, умение правильно вычленять запрос. Потому что люди приходили, рассказывали свою ситуацию, мне надо было задавать дополнительные вопросы, если я хотела понять запрос. Потому что люди не умеют задавать вопросы, то есть не могут приходить с конкретным запросом. То есть я пришел, мне важно разобраться вот в этом, в этом. И я хочу вот такой, вот такой результат получить. Как правило, люди начинают рассказывать свою историю. И торолог непосредственно в виде консультанта некого должен вычленить, понять, что именно интересует человека. Вот здесь включаются как раз навыки психолога. Потому что мы говорим одно, подразумеваем другое. И очень часто бывает так, что да, я хочу понять, например, почему у меня не складываются отношения с молодым человеком, да. А когда начинаешь копать в этом всем и находить истинный запрос, истинный, первоначальный, то там получается так, что и отношения не нужны, а человеку важно просто подтверждение себя, самоутверждение. То есть мы выходим уже на психологические какие-то аспекты. Дальше вот эти вот консультации, они помогли мне понять, насколько люди все разные, насколько важно быть конкретным торологу. То есть я, исходя из этого, писала посты, где говорил конкретно, что хочу, как хочу, какие у меня требования были. Здесь не должно быть никакой лояльности в плане именно тактичности, пунктуальности, уважения. То есть есть люди, которые начинают, например, с тобой говорить на «ты». И если у тебя есть внутренние затыки, а у меня есть такие, то есть я не могу с незнакомыми мне людьми разговаривать на «ты». Для меня «ты» это какая-то такая, знаете, некое такое сближение, дистанция, которая уменьшается между людьми, да, происходит сближение. Вот для меня это вот очень-очень некомфортно, когда мне тыкают. То есть для меня не важен возраст, я со всеми, там, и 5 лет ребенку, может быть, я со всеми разговариваю на «вы», тем самым высказывая уважение. С другой стороны, сталкивалась часто с такими моментами, когда просила людей, которые мне звонят на 15-минутную консультацию, чтобы они обеспечивали тишину. А встречалось так, что женщина, там, например, ехала с работы, в автобусе, там были тишины, она мне задавала вопросы. Безусловно, для нее это несложно, она одевает наушник, она меня слышит, у меня тишина. А я слышу посторонние эти звуки, как начинающий тогда-то роллок, мне было очень сложно, они меня отвлекали. То есть мне нужно было научиться концентрироваться. То есть вообще вопрос консультирования, он такой особый. И на данном этапе я не консультирую. Если я провожу консультацию, это будет прям вот вообще очень редко-редко, какие-то вот исключения. И если этот вопрос меня интересует, то есть он будет в рамках саморазвития, не в рамках личной жизни, не в рамках профессиональной, а именно в понимании себя, своих сценарий, теневых сторон. То есть вот такой. И консультация, она будет уже не 3,5 тысячи, да, как у меня было раньше, а она будет уже 5 тысяч. То есть и ценник поднимается, и требования у меня поднимаются. Поэтому я, если человек не согласен, я просто не провожу консультации. Сейчас у меня выходит уже другой аспект, мое направление. Второе я безусловно люблю, но мне сейчас уже интересно выступать, как, знаете, именно проводником информации, создавая курсы, проводя вебинары, лекции в плане передачи информации, философии, именно понимания создания мироздания, сценария, и нас в этом мире, вот эти вот тяжелые, сложные философские понятия, доносить простым языком. Вот это вот направление для меня сейчас актуально, но при этом Таро остается особой любовью. Теперь более практично путь развития. Когда я закончила школу в мастерской Таро Сознания, я всегда благодарю, у меня есть такое качество, благодарить и помнить о своих истоках. Откуда я начинала, кто мне помогал в самом начале. Для меня это важно, для меня это вот прямо принципиально. Вообще понятие ценности и уважения вклада других людей в меня, для меня оно очень-очень важно. Вот, быть благодарным. Я помню, когда я сдавала экзаменационный расклад, тогда Анастасия Шичалина порекомендовала мне сделать расклад. И, конечно, я расклад, и в дальнейшем ей понравился расклад, и она сказала, предложила мне открыть свой канал. На тот момент я еще работала коучем, и Таро я видела просто как дополнительный инструмент считывания информации с клиента. Но я решила попробовать, и у меня не было вообще никаких ожиданий. И, наверное, это пошло мне в плюс. Когда я только создала свой канал, я его не начинала с нуля, у меня на нем было то ли 30, то ли 50 подписчиков. Они были у меня с коучинга. Когда я проводила вебинары, и вот только тогда, ну, только знакомилась с Ютубом, вот записывала какие-то ролики, то есть у меня навык этот уже был, правда, не совсем большой, но был уже. Вот. И я записала первые свои расклады. Я вообще не переживала по поводу того, как я выгляжу в камере. Это было плюсом, и плюс было то, что у меня не было ожидания обратной реакции. Почему? Потому что не было страха. Вот в этом был как раз-таки плюс. Я, по-моему, месяц, может быть, полтора записывала расклады, потом у меня умер отец, и я не хотела продолжать заниматься Таро. Но из-за того, что я вела свою страничку в Инстаграме, очень много людей просили, ну, спрашивали, интересовались, когда я все-таки запишу расклад, когда я вернусь. И вот именно вот эта вот любовь людей, она меня снова вернула. Иначе я бы вообще никак не продолжала. Теперь, что касается технической стороны. Я эстет, я всегда говорю про это, я обращаю внимание на детали. Вот это вот для меня очень важно. Опять-таки, это в моих принципах, чтобы все было красиво. То есть, когда я ставлю, например, камеру, я записываю расклады, я всегда обращаю внимание, ну, помимо моего внешнего вида, как я выгляжу, это тоже очень важно. Я не имею в виду косметику, я имею в виду, как я вписываюсь, да. То есть, помада, она должна быть красной. Второй вопрос, что камера немножко искажает, и она может казаться коричневой. Но красная помада, она всегда лучше вписывается в экран. Темный, бежевый, это хорошо в кожудодневный, с нашим, ну, как это, боевом раскрасе, да, женщин на камеру, красная помада, яркая помада, она всегда вписывается. Вообще, макияж, он делается по-особому. Он не наносится таким образом, как наносится, например, если бы я пошла на улицу. Вообще, ну, у нас так-то принято использовать очень яркий макияж в Греции. Вот, ну, вообще за границей не очень-то красится так, как любят краситься в России. Но как раз-таки на камеру нужно краситься ярко. Почему? Потому что это, это вписывается по-другому. То есть здесь видится по-другому. Свет очень важен. Когда есть естественный свет, видится, воспринимается все лучше. То есть, представляете, когда темная какая-то, как этот кадр темный, он, ну, не очень приятный. Да, когда что-то светлое, оно приятное. Дальше обращаю внимание на фон. Иногда я вижу, сейчас я не критикую, все, что я буду говорить, это не критика, это просто мое субъективное восприятие. Да, Коль, меня попросили поделиться своим опытом. Я делюсь своим опытом. Мое восприятие, когда я смотрю на торологов, которые показывают себя в экран, потому что есть категория, да, где просто руки показывают, это другой момент. Там, где торолог выходит, да, то есть фон очень важен. В наше время можно делать искусственные фоны, да, можно покупать какие-нибудь ширмы, фоны, да, чтобы это хорошо смотрелось. Меня очень сильно напрягает, когда я вижу человека, который сидит на диване. Причем на диване, хорошо, если бы это было бы в таком, знаете, более модном стиле. А другое дело, когда это какой-то, знаете, такой союзный старенький диванчик с покрывалом. Да, это чисто, аккуратно, но это не совсем эстетично. Опять-таки, субъективное мое восприятие. Я предпочитаю, чтобы это был белый фон, да, нейтральный фон. Это может быть не белый, но это может быть бежевый. Какой-то такой нейтральный, чтобы не было таких каких-то обоев, где с узорами, цветочками. Это не очень, с моей точки зрения, не очень вписывается в камеру. Дальше. Я предпочитаю, чтобы это был стол. Все свои недостатки где-то во внешности, где-то что-то. Я стараюсь прикрывать, стараюсь одеваться так, чтобы это было эстетично. Я не говорю о том, чтобы это было прям красиво, и это всем нравится, но это опять-таки эстетика в моем понимании. Я рассматриваю, опять-таки скажу, фон, смотрю, как стоит в камере мой стол, насколько видно, насколько расстояние будет потом в комфортно записано, и люди будут смотреть это, что меня окружает, чтобы не было лишних деталей. Тоже обращаю внимание. То есть одно дело, если я, например, так занавеску отодвину и поставлю камеру, сейчас вам не видно будет, вы увидите у меня там балкончик, и на балконе у меня там стул, стол, это не очень красиво. То есть этот вид не нужно. Но с другой стороны, это не значит, что если, допустим, сейчас я повесила себе такие яркие занавески, их нужно будет убрать. Нет. Но желательно, чтобы они тоже как-то вот красиво вписывались. То есть я это на все обращаю внимание. Это мои личные заморочки. Как я выгляжу и как дальше? Микрофон тоже очень важно. Бывают такие каналы, заходишь и приходится одеваться наушники, одевать наушники, что это очень плохо слышно. То есть купить себе микрофончик, петличку, оно не такой дорогой. Но я начинала без петлички, мне многие писали, что вот плохо слышно. Я поработала, то есть я заморотилась на этом, пошла, купила себе микрофон. Далее. На что вы пишете? Если вы пишете на камеру, там, значит, свои, как, ну, то, что касается памяти, да, там свои настройки, свои заморочки. Я записываю на телефон. Я записываю на телефон, когда я устанавливаю, я сразу отключаю интернет, вот, чтобы мне никто не звонил, чтобы меня не прерывал, чтобы не было такого. Начинаешь писать, и вот кто-то тебе прерывает и пишет сообщение, и эти гудки, эти звонки, они слышны в камере. Я это, ну, то есть об этом я заморачиваюсь. Далее. Я включаю на телефоне на полную громкость, настраиваю громкость прямо до конца. Кроме того, что у меня микрофон есть, да, еще и на телефоне ставлю громкость на полный, на 100%, свет на 100%, чтобы это было светло. То есть даже если у меня немножко темно будет, у меня будет светло в телефоне, все равно свет будет, не будет мрачные какие-то снимки. Звук, громкость на полную, поэтому у меня так или иначе будет слышно. То есть я всегда заморачиваюсь, чтобы клиенту, чтобы слушателю, чтобы телезрителю было комфортно. Для меня это проявление уважения. И для меня это тоже относится к категории профессионализма. Теперь, что касается продвижения. Когда я создавала свой канал, конечно же, я не разбиралась в технических моментах. Я очень много времени провела в Ютьюбе для того, чтобы смотреть ролики, чтобы понять шапку, каких размеров, сколько это пикселей, чтобы она хорошо смотрелась не только через телефон, но и в компьютере, и в телевизоре. То есть там есть разные размеры. Я на это обращаю внимание. Все свои ролики, которые я загружаю, предварительно я монтирую, я отрезаю вступление. Ну вот пока я включаю, например, пока я сяду, я там в полный рост, пока я захожу, это не нужно. То есть я монтирую все свои ролики. Что-то там вырезаю, то, что посчитаю ненужным. Где-то склеиваю, если у меня кончается память на телефоне, вот, и я начинаю заново записывать продолжение ролика, то вот у меня получается два ролика, мне их нужно склеить. То есть я еще изучала немножечко монтаж, понимание, где как что можно откроектировать. Обложка, вот именно вступление раньше у меня было, сейчас я это убрала, то есть я над этим тоже поработала. Дальше, когда выкладываешь общий вид канала, все мои ролики, сейчас, если вы видите, есть обложки, то есть у меня теперь на каждый месяц будет одна определенная обложка, я заморачиваюсь над шрифтом, над названием текста. Почему? Потому что, когда ты делаешь в презентации, да, вот, в PowerPoint, я делаю обложки, когда тебе кажется на экране, что это слишком большой шрифт, он выходит, как предлагаемый ролик, например, в ленте, на YouTube сбоку, то то, что там написано, не очень хорошо видно. Поэтому я заморачиваюсь на то, чтобы шрифты должны быть большими, они должны быть заметны, человек должен увидеть, понять. Сама обложка должна быть очень эстетична. Раньше у меня была только заставка, на которой, где и была я, фотографии. Для меня это было важно в продвижении, чтобы люди меня узнавали, чтобы меня видели. Там была моя фотография, было написано консультант-дорог, чтобы сразу можно было понять, кто это и что это. Название самого канала, оно тоже важно. У меня теперь есть два канала, тот, который, вы видите, сейчас называется Тарок Философий, то есть Философия Таро. И у меня есть второй канал, который я открыла буквально месяц, даже еще нету. Он называется Тарок Психологи, то есть Психология Таро. Почему такие названия созвучны, чтобы людям было проще меня находить. На одном канале, в том, который сейчас вы видите, я развиваю темы, непосредственно связанные с философией, с пониманием себя, с копанием, пониманием мироздания. На втором канале напрямую связано название, да, с психологией, психологией. И при этом использовано слово Таро. Слово Таро не случайно, потому что в поисковике, когда заходишь на канал и начинаешь искать слова, в которых есть слово Таро, как запрос, оно выходит предлагает, я не знаю, как это, правильно сказать, то есть YouTube рекомендованный. Рекомендую, то есть на это тоже обращаю внимание. Дальше, на канале есть плейлисты, всегда в плейлистах, иногда я захожу к коллегам, и вижу, что только два плейлиста, например, там 200 с чем-то роликов, почему бы их не организовать, почему бы не сделать более понятным форму, то есть вот это плейлист про это, когда заходишь, там только эти ролики. Иногда бывает так, что в плейлисте заходишь и дублируются, например, финансы и общие. И вот в общих есть несколько раскладов про финансы, и отдельно есть плейлист про финансы, и там только про финансы. То есть я не понимаю, для меня важно, чтобы все было структурно, все было понятно, что, как, почему. То есть поэтому я использую плейлисты. В описании к ролику у меня всегда есть тайм-коды, то есть я заморачиваюсь, делаю тайм-коды таким образом, чтобы если человек смотрит расклад и наведет курсор на линию, когда вот проигрыватель работает и заполняется линия по мере воспроизведения ролика, вот есть главы, главы они называются, разделение. То есть ты можешь просто туда курсор навести и понять, это первый расклад, позиция, это вторая. То есть я над этим тоже заморачиваюсь, иди, выстраиваю таким образом тайм-коды, чтобы эти главы тоже существовали. В описании у меня всегда есть ссылка на мои услуги, то есть я не пишу там, что я там предлагаю, консультации, все такое. У меня есть отдельный документ, нажимаешь туда, заходишь, там есть и контакты, и стоимость, все прописано, то есть нужно заморочиться. Как правило, люди в продвижении не любят лишний раз нажимать на кнопки. И это как раз-таки в продажах является фильтром отсеивания клиентов. То есть чем больше переходов делает клиент, тем больше он, ну, потенциальный клиент, тем больше он готов к тому, чтобы что-то приобрести у вас. То есть если ему лень нажать просто на кнопку посмотреть, какие у вас есть услуги, значит, он не будет и покупать. А тот, который не ленится нажать на разные кнопки, посмотреть, то есть потенциали, он может быть не сразу приобретет, но будет тем человеком, который порекомендует вас, либо в будущем, когда созреет, он придет к вам. Также есть соц. Мои контакты в описании нету, они есть, опять-таки, по ссылке «Мои услуги». Для чего? Для того, чтобы если человек хочет заморочиться, ему так или иначе придется перейти по ссылке «Мои услуги» и там увидеть мои контакты, например, почту, либо соцсети. Для чего? Потому что, перейдя, он все равно захочет прочитать, просмотреть, что там есть. Вот как раз-таки в документе «Мои услуги» там тоже очень все красочно написано, то есть там есть картинки, которые говорят «Вот такой курс», не просто текст, но он сопровождается картинками. Это чисто технические моменты, на что я обращаюсь, заголовки, они очень важны, названия раскладов. Я очень много экспериментировала, когда просто делала названия, ну, элементарные, например, вот даже последний мой расклад, не хотела заморачиваться, я просто его назвала «Фантазия». не подумала, ни вот прям, ни какое-то продажное название, ничего. И он сразу набрал малое количество просмотров. Но, когда в заголовке есть такие провокационные моменты, либо те, которые цепляют, у меня был расклад, который, помню, он шумевший, бумеранг, выражили, либо, там, я не помню, причинно-следственная связь, что-то такое. Вот слово бумеранг, да еще и выражили, многие даже писали, что я лень, на вас это не похоже, вы бумеранг, и такие выражения, вот, но чисто из любопытства посмотрели, то есть, само название, оно уже цепляет. Безусловно, это название, оно было провокационное, да, то есть люди, так или иначе, все, что связано с бумерангами, никогда не смотрели, но из-за того, что вот название такое было, и оно как-то вот не совсем вписывается в мои рамки из любопытства не посмотреть, то есть для меня это тоже кликабельность, для меня это тоже дополнительные просмотры, то есть в дальнейшем, если у вас будет монетизация открыта, вы сможете как раз с заголовками цеплять людей. Опять-таки, у меня было такое разногласие, что я не хочу вот такие заголовки, которые вот есть везде, продающие, они меня бесит, с другой стороны, если нету таких заголовков, вы людей не притянете. У меня есть человек, с которым я работаю вместе, он не профессионал, Олечка, она мне помогает с заголовками, откуда она берет заголовки, она слушает мои расклады, если в процессе расклада остаются какие-то вопросы, не отвеченные, она их записывает, из этого получается расклад, она читает комментарии, в комментариях вы, вы, я имею в виду слушатели, подписчики оставляют какие-то свои вопросы, исходя из описания своей ситуации, там, у меня вот это вот произошло, я бы хотела понять, как вот в этом разобраться, что это, вот, она это все фиксирует, плюс ко всему просматривает заголовки, самые воспребованные на ютубе, немножечко их изменяем под мой формат, да, самопознание, ну, это получается заголовки, с того момента, как мы стали заморачиваться с ней над заголовками, в данном случае она, у нее это хорошо получается, у меня возросли просмотры, это тоже очень важно, поэтому обложка, название и заголовок, это вот очень, очень, очень важный момент, дальше, когда ваши ролики рекомендуют, да, то есть люди посмотрели, понравится на вот, посмотри вот этого человека, в студии, вы в своей студии, в творческой студии, да, в аналитике, вы можете посмотреть, откуда к вам приходят люди, я очень удивляюсь, когда, например, приходит количество людей через WhatsApp, либо через Viber, то есть, видимо, либо через Messenger, в переписке, говорят, вот я посмотрел такой расклад и дают ссылку, и человек посмотрел, и вот оттуда приходит, то есть вот это вот тоже важно учитывать, если есть соцсети, как-то в соцсетях рекламировать, я сейчас, если честно, из всех соцсетей оставила Instagram, я была в нем, потом я ушла, потом я пробовала Яндекс Дзен, мне не понравилось эта площадка, пробовала Телеграм, тоже не совсем мое, то есть вам важно найти свою соцсеть, где вы и также будете продвигать, я вернусь снова в Instagram, мне в Instagram интересно писать посты, я не занимаюсь продажами, я очень слабый продажник, на самом деле, в своих услугах, вот, плюс ко всему, специфика моих услуг, такие, знаете, достаточно глубокие курсы, такие, как древо жизни, которые не подходят всем, то есть человек должен созреть до моих курсов, они, в моем понимании, не совсем просто продаются, почему, потому что это не те курсы, которые вот просто послушал для развлечения и забыл, нет, а это те курсы, которые помогают задуматься, понять, поразмыслить, то, в принципе, на чем делаю я акцент на своем канале, поэтому я не умею, я сразу говорю, я не умею продавать свои курсы, единственное, что вот если где-то я провожу прямые эфиры, прямые эфиры тоже очень важно проводить, я не делаю на прямых эфирах стриминги, да, отвечая на вопросы, мне проще, опять-таки, это мое направление коммуницировать с людьми, общаться, рассказывать что-то интересное, таким образом, я также заинтересовываю людей, которые могут стать потенциальными моими клиентами. Вот это вот все, это, не знаю, насколько я там наговорила, это является моим путем, на 30 минут, да, я говорила, на 33, это является моим путем и продвижение, на что нужно обратить внимание, помимо качества профессионализма, как читаем карты, очень часто я вижу, когда, опять-таки, знаете, вот вернусь к формату руки карты, я когда смотрю, да, в плане эстетики, вот я смотрю, иногда люди боятся, чтобы стол был пустой, ну, либо поверхность, и были только карты, обязательно как-то вот украшают, какими-то там цветочками, там, не знаю, меня это вот цепляет, мне это не нравится, для кого-то это эстетика, для кого-то это красиво, вот, для меня это вот как-то не очень, опять-таки, я очень много пробовала с ракурсами, мне нравится, когда ракурс сверху, и видны только карты ровно, но у меня так, к сожалению, не получается, я не могу так настроить камеру, вот, поэтому я выбрала для себя более комфортный, когда сбоку, карты видны, безусловно, но пускай они видны сверху, но они видны, вот, опять-таки, как выбрать, какой формат, выбрать формат руки карты, либо так вот, как мы сейчас с вами общаемся, я пробовала и то, и другое, в большинстве своем я понимаю, что я отношусь к той категории людей, торологов, которые не совсем торологи, ну, либо не, как это, не традиционный торолог, у меня очень мощная энергетика, я это знаю, и люди приходят, скорее всего, на мою энергию, им нравится меня видеть, вот, и когда я делаю, раскладываю только руки карты, им не хватает моей энергии, им не хватает моей мимики, моих эмоций, моих переживаний, то есть это не вербально, а это тоже передает информацию, дополняя каким-то вербальным моментом, и поэтому моя аудитория, я пришла к тому, что им нравится больше, когда я говорю, вот именно вот так живем, очень нравится людям, когда я улыбаюсь, это тоже важно, когда я серьезный, как у меня настрой, вот, это принимается, чисто опять-таки, с психологической точки зрения, когда человек улыбается, располагает к себе, психология, это называется рапорт, сонастройка с человеком, когда человек улыбается, оппонент понимает, что это безопасно, и расслабляется, когда присутствует расслабление, появляется доверие, человек открывается тому, своему собеседнику, которого он слышит, тем самым, вот это тоже фишка, ну, с одной стороны, манипуляция, с другой стороны, при взаимодействии, да, то есть, коммуникации, она расслабляет нас, а если расслабляет, то у нас снижается защита, и наш мозг воспринимает лучшую информацию, которую мы даем. Теперь с точки зрения профессионализма, когда я делаю расклады, я обращаю внимание на свою речь, чтобы в речи не было паразитов, это очень важно, я работала свое время над собой, над тем, чтобы не было вот это А, и хотя такое тоже проскальзывает у меня, когда я слишком включена в поток, и я не фильтрую то, что я говорю, то есть, все зависит от того, как мы делаем расклад. Если мы читаем карты от головы, то есть, понимаем на основе ключевых слов, вот я знаю, что там ту спиндакли, это удача, это шанс, это что-то новое, я вот просто собираю ключевые слова, и из них делаю выражения. Я это называю ментальное прочтение, то есть от ума. Прочитали карты, и, ну, в таком формате читаем, это один вариант. Я читаю интуитивно, то есть, помимо использования ключевых слов, я читаю интуитивно в потоке. Я пропускаю всю информацию через себя. То есть, если я могу, например, посмотреть на один аркан, и он может говорить, например, луна, да, аркан луны, он может говорить, например, про обман, иллюзию, все такое. Я могу почувствовать что-то другое, я могу почувствовать, что здесь идут какие-то волнения, переживания. Например, такого ключевого слова нет, но я это чувствую, то есть, я аркан и проживаю энергетически. У меня есть колода, в котором, таро шаманов, там, например, есть четверка жезлов, если я не ошибаюсь, изображена на карте человек, который горит в огне, в агоне, да, как при температуре. Я начинаю чувствовать, что у меня горит голова, я это чувствую на себе физически, потому что я эту информацию пропускаю через себя. Поэтому иногда бывает так, что мне карты, в принципе, тебя вообще не нужны, я их использую только как зацепку, чтобы раскрутить информацию, а дальше вы можете увидеть, что я, например, смотрю голову, там, налево-направо, я не вижу там картинок, как таковых, а у меня идет формат яснознания, то есть, я эту информацию, она вроде бы у меня и в картинке, но она идет внутри меня, она не снаружи. И когда я использую, что я вижу, слово-выражение, это не значит, что я визуально перед собой, мне показывают, как в кино, картинки, кадры нет, я вижу это внутри себя, вот где-то в области между сердцем и солнечным сплетением, вот там внутри у меня идет эта информация, но эта энергия, она как-то преображается, я могу ощущать карту, у меня где-то может что-то колоть, я могу начать тревожиться, переживать, у меня бывают такие расклады тяжелые, поэтому энергетически, когда я вот прям, я чувствую, что человек находится в апатии, вот я начинаю засыпать, я делаю расклад, потому что я включена в поток, вот это я называю интуитивной щиткой, я использую и то, и другое, поэтому если выбираем формат только карты руки, людям нравится смотреть карты, я всегда, знаете, говорю, что не обращайте внимания на то, как я читаю карты, потому что я все-таки в большей своей степени считываю их интуитивно, и поэтому начинающего торолога, кто смотрит и думает, блин, там, я не знаю, ну, Аркан Дьявола, например, в обычной трактовке, причем перевернутой трактовке, это всегда зависимость, а я его могу прочитать как осознанность, я его могу читать по-разному, как мне придут ощущения, и человек будет в недоумении, откуда вот эта вот информация, эта информация интуитивно идет, вот, поэтому на этом канале, на основном, на первом, я выбираю вот такой формат, где вы меня видите, и два раза в месяц сделаю формат руки-карты, и на несколько вариантов, хотя есть иногда расклады на один вариант, когда очень много вопросов, глубокий, когда я к нему подготавливаюсь, у меня есть вопросы, которые я буду задавать, а иногда это в потоке, прям, исходя из того, что я рассказываю, у меня возникают вопросы, и я задаю, то есть вот такой тоже формат. На втором канале у меня только исключительно руки-карты, и это коротенькие такие ролики, опять-таки, это все эксперименты. Второй канал я создала как раз для того, чтобы экспериментировать, смотреть реакцию людей, там, на заголовки, на обложки, на формат, на темы, на все такое. И я его создала, может быть, месяц, месяц ему, по-моему, может быть, ну да, около того, чуть больше, может, полтора месяца, вот, и у меня на этом канале уже, если я не ошибаюсь, 700, сколько-то там, подписчиков. Я особо не занималась продвижением, очень поздно, просто рассказала про второй канал на основном, и я могу сказать, что мало было подписчиков, которые перешли вот с этого канала, с основного на второй канал. В основном там как-то вот по-другому шла наработка подписчиков. Вот, вот такой путь. Что еще? Продвижение. Очень часто, знаете, вот как рекомендация могу сказать, вам необходимо найти человека, который бы вас поддерживал. Это не совсем про команду, а вот мне посчастливилось буквально, если я не ошибаюсь, полтора года назад, что ли, мы, наверное, с Олей познакомились. Оля попала ко мне случайно на канал, ей понравилось то, как я рассказываю, вот, но ее привел ко мне голос, она слышала голос, который говорил, вот напиши Елене, напиши Елене. Всего того, что я все-таки по своей натуре очень замкнутый человек, о чем может казаться, что я открытый, да, я открытый, я щедрый в плане информации делиться, но как по своей натуре, как человек, я закрыт. Вот, мне некомфортно, когда тот вырывается в мое пространство. Я фильтрую тех людей, с кем я хочу общаться лично, да, очень много людей, кто хотел бы там со мной переписываться, дружить, все такое, но здесь вопросы личных границ очень сильно выстроены у меня уже со временем. И вот когда Оля мне написала о том, что меня привел к тебе голос, да, ты можешь меня посчитать скомпажетцей, вот, я все-таки открылась, как-то поверила, доверилась этому человеку, не сразу, со временем. У нас завела залость, дружба и общение. Вот Оля является для меня, я называла ее ангелом-хранителем, чем тем человеком, когда я ее прошу, очень часто напоминай мне, для чего я веду канал, какая у меня цель, для чего я делаю то или иное дело. Потому что для меня, когда бывают какие-то не очень приятные комментарии, они бывают очень редко, не каждому раскладу, прям вот очень редко, и они бывают только тогда, когда я нахожусь в низких энергиях, в низких вибрациях, когда я чего-то боюсь, когда я боюсь критики, когда я боюсь, что какой-то расклад там не понравится, вот какой-то реакции, тогда только появится какой-то человек, который напишет что-то, не очень лестное. Вот, такой обычно, ну вот прям очень редко. Не знаю, люди меня, наверное, любят, и у меня нету так много хейтеров. На первых порах я очень сильно переживала. Я много работала с тем, что я боюсь критики, что я боюсь осуждения. Чему я это сказала про Олю? Потому что Оля тот человек, который меня поддерживает. Когда у меня опускаются руки, мне всегда, я ей пишу о том, что вот я расстроилась, и она начинает мне напоминать, не переживает, работаешь, ты нужна людям. И вот эта вот поддержка, она помогает мне дальше держаться. То есть, если у вас в окружении не будет такого человека, вам будет сложно, либо вы должны обладать каким-то таким внутренним пофигизмом, не обращать внимания на комментарии других людей. Хотя, если вы, таролог, быть таким, знаете, холодным и черствым, ну, это просто нереально, потому что, ну, иначе, ну, как ты будешь... В моем понимании, таролог, он должен быть эмпатичным. То есть, так или иначе, если у тебя не развита эмпатию, у тебя не развита интуиция, как ты можешь читать карты? Я не понимаю. Да, ты можешь читать, опять-таки, используя ключевые слова, но это будет вот прям совсем сухо. Вот, поэтому, над чем работать? Над собой, над пониманием карт, над своей интуицией, над умением коммуницировать, общаться с людьми, над своей речью, умением доносить информацию. Скажу такую фишку, что второе очень сильно... Мне второе помогло, помог коучинг. Помимо психологии, помог еще и коучинг, с которого я пришла. Коучинг научил меня задавать правильные вопросы. И использовать образное мышление. Когда вы говорите человеку какое-то конкретное слово, оно может его в какой-то степени триггерить, включать эмоционально, и он будет включаться, а мы эмоционально, через отрицание, через непринятие информации. Для того, чтобы человек принял информацию, я говорила про рапорт, про настройку, подстройку под клиентов, в плане того, чтобы вызвать доверительные отношения, расслабить наша задача, убрать защиту ума. Эти фильтры. Что нам поможет? Когда мы используем информацию, мы ее доносим через образы. Вот это вот самый идеальный такой формат донесения информации, когда вы используете метафоры, когда вы используете аллегории, когда вы используете образы. Почему? Потому что эти образы каждый человек наполняет своим собственным прошлым опытом, интерпретирует через призму своих ценностей, свое видение. То есть одно дело, когда вы будете рассказывать человеку, что такое счастье, а другое дело, когда вы ему напомните, например, какие-то моменты, которые были в его жизни счастливы. Как правило, если ваша аудитория женщины, и они каким-то образом столкнулись с мастеринством, то в жизни любой женщины, у которой есть ребенок, так или иначе были счастливые моменты. И вот через образное понимание информация воспринимается намного лучше. Аллегория. Когда вы будете говорить о свободе, сложно описать свободу, но можно привести пример, что вы парите, как птица в небесах, и вот этот вот образ, он включает человека в это состояние. Либо формат парения во сне. Вспоминайте, как вы парили. То есть я очень часто использую аллегории, метафоры. Так проще в обход нашего сознания и критики доходит информация к человеку. Но это вот такие вот нюансы, которые приходят с опытом. Надеюсь, по поводу продвижения я рассказала много. Если вдруг что-то я не упомянула, вы под этим видео можете задать свои вопросы. Я либо отвечу вам письменно, либо запишу, если посчитаю нужным, что интересный вопрос, запишу очередную беседку. Я вас благодарю за внимание. А еще один такой момент. Расскажу про невосредственность сами колоды. У меня нет много колод. У меня их, по-моему, около 20 всего лишь. Я не являюсь коллекционером колод, а именно для меня колоды это такой, вот знаете, более рабочий инструмент. Если кому интересно узнать, как выбираю колоды, что я, какие у меня требования, я могу записать для вас отдельный ролик. Мне кажется, все, огромный. Что-то порекомендовать не могу, потому что вы сами почувствуете интуитивно, что вам нужно, как вам нужно. Могу лишь пожелать вам терпения, это очень важно в продвижении, настойчивости и любви к своему делу, потому что если у вас не будет любви, вы будете опускать руки и бросите. Вопрос не в том, чтобы продолжать, а вопрос в понимании того, а для чего вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь. Не впадайте в ловушку того, чтобы помогать людям. Это иллюзия. Если вы не любите свое дело, то мотивация помогать людям, я делаю расклад для того, чтобы помогать людям, она не будет работать, потому что люди не будут давать вам обратной связи, всегда, выборочные, иногда она не та, которую вы ожидаете, и вы очень быстро разочаруетесь. Но если вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь, записываете ролики на своем канале, потому что вы кайфуете от этого, для меня вот эти вот моменты, когда я записываю расклад Таро, это огромное удовольствие. Я это делаю не для людей, я это делаю потому, что мне нравится то состояние, в котором я нахожусь, когда я записываю ролики. Это для меня такой, знаете, в формате медитации. Я улетаю, я нахожусь в видоизмененном состоянии, меня распирает, я кайфую от этого, поэтому я записываю свои ролики, и это передается людям. Это важно. То есть если вы что-то делаете для других людей, вы быстро сдуетесь. Если вы это делаете для себя, вы будете продолжать, невзирая ни на что. Будут зрители, не будут зрители, будут отклики, не будет отклики. Вы будете делать для себя с любовью, и это как бонусом, вы притянете к себе людей. Если вы изначально будете делать для людей, это пройграешь. То же самое с темами, то же самое с какими раскладами. Если вы будете спрашивать, какие расклады интересны людям, сколько людей, столько мнений, вы никогда не найдете то, что будет удовлетворять всех. Поэтому если как критерий выбора, я всегда ставлю себя. Я делаю расклады, которые интересны мне. Даже те темы, которые мне предлагают, я все равно их делаю в том формате, которые интересны мне. Если мне не интересно, я это делать не буду, даже если это востребовано. Это очень важный принцип для меня. Потому что я перегорю. А так я продолжаю. Все, на этом все. Удачи вам всем. Пока-пока.